Жизнь любой исторической личности Так. Ага. Ну, вот я думаю, в плечах ушить и всё, можно на бал. Большое вам спасибо, но, вы знаете, мне как-то неловко очень. Вам, наверное, оно само очень нравится? Нравится. Ну, мне уж не по возрасту. Такие легкомысленные рюшки. Да что вы, вы ещё совсем не старая. Спасибо. Да уж надеюсь. Извините, я совсем не то хотела сказать. Да ладно уж, ладно. Спасибо вам. Значит, попытаемся выступить на пленуме. Не получится – президиум. Нас пятеро. Против нас проголосуют сам Хрущёв, Суслов и Кириленко. Насчёт Соборова и Пербухина у меня большие сомнения. Нестойкие товарищи. Получается, каждый голос на вес золота. Вот именно. Я говорил с Шипиловым. Он проголосует против Хрущёва. Вот это дело. И… ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то Фаина сегодня рано ушла. Побежала платье подшивать. Напрасно ты ей его отдала. Да оно уж мне ни к чему. Дело не в этом. А в чем? А в том, что к мужу твоему молодая девка ходит. А у него, сама понимаешь, возраст. Седина в бороду без... Глупости. Глупости. Ты хоть замечала, как она на него смотрит? Так прям глазами ест. Тут уж хочешь, не хочешь, не устоишь. Глупости же. Имеем ножи разные. Только первоклассные. Подходи, подходи, выбирай. Складные немецкие. Каленые советские. Подходим, подходим. Выбираем ножи. Любые. Хочешь, режь. Хочешь, строгай. Подходи, подходи, выбирай. Что-нибудь посерьезнее есть у вас? Мадам. Только для вас. Высший класс. Подходим. Подходим, выбираем. Подходим, а? Подходи, подходи, выбирай. Самый лучший. Мадам. Ты меня не гони, Фуфлот, а? Я ночью сердитая. Так ты что? Из глотных? Маруха. Тогда совсем другое дело. Для тебя имеется перо. Высший сорт. А вот так. Да. И в дамках. Что ты сделаешь? Это было бы чудовищной ошибкой. Применять военную силу в Венгрии нельзя ни в коем случае. Допустим. Ну, что конкретно вы предлагаете? Решить вопрос политическими методами. Пока еще есть такая возможность. Что с Ракоши-то делать будем? Он все же наш человек. Да Ракоши себя дискредитировал. Бросить в лагеря полмиллиона людей, при том, что в стране живет около шести миллионов, это безумие. От него, полагаю, следует отказаться и обратить внимание на Имр-Наде. Ну, Имр-Надз потребовал вывода советских войск с территории Венгрии. Ничего, ничего. Его еще можно привлечь на нашу сторону. И если сегодня же войти с ним в контакт, то… Уверен, не уверен. Типичный буржуазный балабол. Надцацкаешься с ним, а он потом… А так, двухтанковых бригад будет достаточно. Правильно я говорю, Георгий? Товарищи, ну… Нельзя не понять. Как только в войска войдут, все. Назад пути не будет. Дальше только давить. Потому что любая уступка будет воспринята, как слабость. А слабость мы не допустим. Давай-ка еще разок. Пожалуйста. Молодец, правильно. Ну. Ну, вот так. Так. Вот так. Сюда. Ну и что? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так ты считаешь, что армия еще рановато? Да. Вводить. Ни в коем случае. Вот и я. Того же мнения. Ха-ха-ха-ха. А? Но прошло больше месяца, контакты с Имренадием налажены не были, и шанс урегулировать кризис в Венгрии без применения силы был упущен. 23 октября состоялось заседание Президиума ЦК, посвященное событиям в Будапеште. В это время по столице Венгрии шла 100-тысячная демонстрация сторонников либеральной политики Имренадя. В городе начались преследования сотрудников госбезопасности и коммунистов. В центре города на площади революции демонтируется памятник Сталину. Сорвать его с постамента с помощью тросов и грузовиков не получилось. И тогда бронзовую фигуру по частям начали распиливать автогеном. В результате на постаменте остались одни сапоги. Еще долгие годы жители Будапешта называли площадь революции площадью сапог. ЦК Компартии Венгрии обратился за военной помощью к Советскому Союзу. На внеочередном заседании Президиума Хрущев предложил немедленно ввести в Венгрию войска. Микоян стал единственным, кто нашел в себе мужество высказаться против силового решения вопроса. Я не понимаю, как так можно. Он же при тебе, ты помнишь, поддержал мое предложение сотрудничать с Надем. И что? Месяц прошел впустую. Месяц. Ничего толком так и не сделано. Да уж. Такой бросок через бедро. Это вполне в его духе. Да бог бы с ним, если бы дело было только в переменчивости настроения. Я не знаю там. Дело же просто в чистейшей беспринципности, помноженной на волюнтаризм. И это при тотальном отсутствии института обсуждения и коллективного принятия решений. Эх, как ты, брат, загнул-то. Да если бы. Ну, как у нас законы принимаются? Ну, приезжает эта орава депутатов в Москву. Одно название, что Верховный Совет ни экономистов, ни юристов. Только руки гораздо поднимать. Ать-два единогласно. Да, конечно, при такой системе одного самодура достаточно, чтобы развалить страну. Дмитрий Трофимович, я тебе вот как скажу. Хрущев, конечно, самодум. Тут ты прав. Но сейчас, вот сейчас, он единственный, кто может держать власть в руках. Тут все зависит, понимаешь, от расстановки сил, если не Хрущев. Кто? Кто-нибудь из сталинских соколов? И, скорее всего, Молотов. Кто такой Молотов? Ну, а во-вторых, если судить непредвзято, у Хруща тоже есть положительное качество. Мужик упорный, хваткий. Спорить будешь? Нет, конечно. Вот то-то. Так что, пока вот эти соколы в силе, нам без Хрущева нельзя. Ну, а придет время, расстановка сил поменяется, вот тогда и с Хрущем можно будет расстаться. И произойдет это быстрее, чем ты думаешь. Поверь. К провалу антисоветской провокации Венгрии. Подпольные реакционные организации предприняли попытку вызвать в Будапеште контрреволюционный мятеж против народной власти. Эта вражеская авантюра явно готовилась в течение длительного времени. Причем силы зарубежной реакции систематически подстрекали антинародные элементы к выступлениям против законной власти. Вражеские элементы пустили в код агитаторов, которые, сея в народе сумятицу, стремились вызвать массовые беспорядки. Однако, 4 ноября утром силы реакционного заговора против народно-демократического строя Венгрии были сокрушены. Распалось и прекратило свое существование правительство Имри Надя, которое расчистило путь реакционным силам и контрреволюции. О как! Да, брат, плохо дело. Что ж плохого-то? Пишет же, Михалыч, вражеские силы сокрушены. Да так-то оно так. Да как бы и нам не досталось. Это как? А вот так. Ты вот считаешь, вражеские силы были сокрушены. А кем? Ну, кем сокрушены-то? А? Вот тут и оно. Там их наш маршал Конев танками давит. А наши начальники, небось, пусть и с глазу боятся этих сил. Вот оно как. Так что, как бы и у нас волнения не поднялись. Чит, да ну. Ну да, кому наши бояре побегут тогда? К генералам? Спасите, помогите. Да не к генералам даже, не к генералам. К самому маршалу Жукову. Вот он-то, попомните мое слово. Главным тогда в стране и станет громотей, лектор-осенизатор. Ну что, перекур закончили? Черт знает, что в этой Венгрии происходит. Ночами не сплю. Как обезумели все. Народ на улицах. На их габачников форменная охота устроена. На фонарях вешают. Нет. Даже не знаю. Нет. Не дай бог, как говорится, у нас-то все. Да нет. Ну все, все, все может быть. У меня вот поэтому к тебе такой вопрос, Георгий. Как ты насчет укрепления безопасности? Нет, ну толпы я, конечно, не опасаюсь. Мало ли кто из своих. В моем распоряжении, Никита Сергеевич, подразделение особого назначения. Это две войсковых бригады, специально созданных для ведения действий в городских условиях. Мои бойцы без лишнего шума могут захватить любой объект. Так-таки уже и любой. Любой. И Кремль, что ли? И Кремль. Никаких танков не надо. Это вам не венгерский вариант. А как же тогда? Да просто. Сбросим бригаду с воздуха. Ну. Ребята все сделают. Им главное знать, кто в каком кабинете сидит. Ну, тогда ты выдай им, как там у вас называется, карты, схемы. И кабинет Маленкова жирным крестом пометь. Так точно, Никита Сергеевич. А ты, ты маршал молодец. А как же так получилось, что ни один человек, ни из президиума, ни из центрального комитета партии насчет твоих бригад ни ухом, ни рылом, а? Нехорошо. Товарищ Хрущев, ни ЦК, ни президиум, пока меня воевать не учили. Сделай, Никита Сергеевич. Сделай. К середине 50-х по личному распоряжению маршала Жукова была создана особая школа подготовки бригад специального назначения. Это были небольшие до 2000 человек подразделения, вооруженные самым совершенным легким оружием. Формирование и подготовку бригад Жуков возложил на легендарного советского разведчика генерал-лейтенанта Хаджиумара Мамсурова. Этот человек стоял у истоков партизанского движения во время гражданской войны. Воевал на финском фронте и в Испании, где встречался с самим Хемингуэем. По некоторым данным, именно Мамсуров стал прототипом героя романа «По ком звонит колокол». Его личный состав набирался среди физически крепких сверхсрочников с образованием не ниже среднего. Срок обучения составлял 6-7 лет, в два раза больше, чем в военных академиях. Курсантов обучали приемом ведения ближнего боя, каратэ, десантированию с воздуха и работе со взрывчатыми веществами. Школа ставилась в особые условия. Стипендии слушателей составляли 700 рублей, а денежное довольствие сержантов – 1000 рублей. Для сравнения, стипендия советского вузовца в то время редко превышала 300 рублей. мне стало известно, что писатель Пастернак переправил в Италию в издательство Фильтринелли рукопись своего романа «Доктор Живаго». Роман Б. Пастернака «Враждебное выступление против идеологии марксизма. Злобный пасквиль на деятелей и участников революции». Весь период истории за последние полвека изображается в романе с чуждых позиций злобствующего буржуазного индивидуалиста, для которого революция – бессмысленный и жестокий бунт, хаос и всеобщее одичание. Отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными компартиями принимает через друзей меры по предотвращению издания этой антисоветской книги за рубежом. Точка. Передохнем. Фая не хочет сходить на Монтана? А кто это? Ну, ты совсем от жизни отстала. Ив Монтан. Известный французский певец и замечательный, смелый человек, коммунист, между прочим. Знаешь, как его сейчас на Западе в газетах грязью поливают за то, что он к нам приехал? Ничего не боится. После вчерашнего выступления я встретился с Хрущевым. Так откровенно, смело поговорили, очень хорошо поговорили. Никита Сергеевичу очень понравился. Сейчас вот готовим официальный визит во Францию. У меня совершенно случайно есть билеты на завтрашний концерт Монтана. Пойдешь? С вами? Я думаю, что ты найдешь кавалера помоложе. А мне не нужен никто. Ну уж, так и никто. Это временно. Ты девушка молодая, красивая. Найдешь еще. Никто. Кроме вас. Фая, неправильно все это. И хватит об этом. У тебя ведь, наверное, в жизни есть другие задачи. Ну, согласна? Да. Согласна. Есть одна. В мае 57-го года в Париж должна была состояться конференция руководителей СССР, США, Франции и Великобритании. Однако встреча провалилась в первые же минуты общения лидеров. Хрущев потребовал от президента США Эйзенхауэра извинений за полеты американских самолетов-шпионов над советской территорией. Эйзенхауэр отказался, получив при этом поддержку со стороны Деголя. В ответ Хрущев пришел в воинственное настроение и отказался дальше участвовать в конференции. Попытка собрать за одним столом руководителей четырех ключевых стран закончилась провалом. Да, и последний вопрос, господин министр, что вам лично понравилось больше всего во Франции? Люди. Вы знаете, таких открытых доброжелательных улыбок я не видел больше нигде. Позвольте фото. Да, пожалуйста. Благодарю вас, господин министр. Да, я вас провожу, прошу. Никита Сергеевич? Что это? Что это такое? Журнал? Нет, это не просто журнал. Это их французский империалистический журнал с твоей мордой на обложке, между прочим. А знаешь, что здесь написано? Министр джентльмен. Но я... Нет, ты джентльмен. А я кто? Вы? Я глава нашей делегации. Куда ты поперед батьки в пекло лезешь? Где партийная дисциплина? Джентльмен хренов. Анна Николаевна, это вам. Ой, спасибо, Дима. Ну, угодил ты мне. Внимание! О, слава богу, угадал с размером. Прекрасно, прекрасно. Ой, это тоже мне, да? Это Фаине. Ей подойдет под свет глаз. под свет глаз. нравится? Очень, спасибо. Ну, так надень. Да нет, что вы, он не подойдет к платью. да надень, надень. 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 Да, действительно, под свет глаз. пояс. пояс. Фаина, что ты делаешь? Я люблю вас. Я люблю вас. Это единственное, что у меня осталось в жизни. Я же чувствую, я вижу, что вы тоже не безразличны ко мне. Пожалуйста. Если бы не вы, меня бы вообще уже здесь не было. И где уже ты была бы? Там. Была. Я каждый день ношу с собой в портфеле нож. С ума сошла. Вот ты чем занимаешься. Да я же тебе говорил, что месть, это не выход. Вы не понимаете меня. Да куда ж мне, дураку? Чай пить. Ну-ка отдай. Дмитрий Трофимович, не трожься. Это мое дело. Я вас обожаю. Я вас боготворю. Но это мое дело. И оно касается исключительно меня. Я не позволю никому в него вмешиваться. Если вы меня сейчас отнимете нож, то завтра же я куплю себе новый. Ты не понимаешь, что ты делаешь? Это вы меня не понимаете. И не поймете никогда. Потому что у нас слишком с вами жизни разные. Фаина, ты же мне как дочь. Дочь? Хуже этого вы мне ничего не могли сказать. Знаете, что я могу сама за себя постоять? Иначе бы до сих была в лагере. На кладбище! Я рад, Дмитрий Трофимович, что вы с нами. Сейчас такая ситуация, что все думающие люди должны объединяться. Иначе катастрофа. Но мы должны понимать, что многим рискуем. Ну, об этом нет нужды говорить. Я готов идти до конца. Единственное, что хотелось бы с вами обсудить, я хочу иметь гарантии, что дело будет сделано не старыми методами. Понимаете, о чем? Заверяю вас, что больше никаких репрессий не будет. Все будет демократично и законно на основе прямого открытого голосования. Тут есть варианты или сместить Хрущева с первого секретаря, или вообще упразднить этот пост как таковой. Вот это прекрасно. Это коллективное руководство. Это очень хороший путь к тому, чтобы в ближайшем будущем перейти к парламентскому устройству. А может быть, заодно перестроить и Верховный Совет превратить его из пустышки в реально работающий орган? Боюсь, до этого еще слишком далеко. Пока даже в партии нормальной демократии создать не удается. А что уж говорить, а? Может быть, наши внуки будут жить при развитом парламентаризме. в парламентаризме. Да и то сомневаюсь. Слишком страна у нас особенная. Заговор, значит? Так точно. Мы прослушиваем разговоры всех, кто причастен. В сумме картина получается такая. В высшем партийном руководстве сложилась группа, настроенная резко против лично товарища Хрущева. В группу... Да ладно, ладно. Давай дальше, дальше. На группу сложился конкретный план захвата власти. В результате переворота управлять страной собираются коллективно. Должность первого секретаря упразднить, премьером назначить Маленкова. Товарища Хрущева планирует перевести на Министерство сельского хозяйства. А? Вчера в разговоре прозвучало время предполагаемого переворота. Осенний пленум, Никита Сергеевич. Вот дурачье, осени ждать. Нет, чтобы летом, когда все члены ЦК разъехались, их в Москве это будет сгулькин хрен. Вообще-то прозвучало у них в одном из разговоров выступить против вас на президиуме. Ну, я думаю, что это запасной вариант. Я думаю, что это несерьезно. Георгий. Да. Сможем мы быстро доставить тех, кого нет, в Москву? Ну, твоими силами. Сможем, сможем. Если заранее подготовимся. А, ну, вот ты и устрой это. Ну, на всякий случай. Ну, с этого момента держи самолеты наготове. А ты, значит, обеспечь мне всех членов ЦК. Ну, так, чтобы их можно было за полчаса найти. А Жуков мог бы их мигом доставить в Москву. Только вот что. Знаешь, сделай это все деликатно и грамотно. А то ты ведь, пожалуй, под домашний арест их посадишь. Не волнуйся, Никита Сергеевич. Обеспечим негласное наблюдение. Ничего не почувствуют. Но в сортир без нашего пригляда не сходят. За каждым будет машина наготове, чтобы по команде мигом доставить на аэродром. Так, членов ЦК мы в Москву быстренько доставим. Теперь задача такая, чтобы наши заговорщики хренами против меня, знаешь, на президиуме в обход пленума выступили. А как бы подвинуть их так, чтобы они на президиуме поднырнули, а? Тогда бы сразу можно было квалифицировать это как заговор за спиной партии. И каждого там их вместе в один такой красивый узел их. Так, кто там еще? Так. Молотов. Каганович, Маленков, точно Шипилов. На Брежнева, Суслова и Кириченко сведений нет. Видимо, к заговору не причастны. А вот Фурцева неоднократно имела разговоры с Шипиловым. Критиковали линию партии и лично товарища Хрущева. Фу, дура. Министром сельского хозяйства, значит. Вот! сельским. Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич. Здравствуй, Анечка. Северюгин! Вы меня не припоминаете? Простите, не припоминаю. А я вас очень хорошо помню. Не могу забыть. Моя фамилия Гравинская. Ты с кем связалась? Курва дешевая! Да ты без меня никто! Если меня снимут, тебя завтра же отправят в колхоз говно месить! Никита Сергеевич, Никита Сергеевич, я никогда и я ни с кем, нигде и ничего! Не ври мне, Катька! Все про тебя знаю! Насквозь вижу! Слушай меня! Сделаешь как надо, считай, повезло! КОНЕЦ Товарищ Шипилов! Здравствуйте, Екатерина Александровна! А что случилось? Случилось то, что я молчать больше не стану и скажу вам все в лицо! Я давно намеревалась вам заявить все эти ваши выпады против Никиты Сергеевича, которые готовятся в этом кабинете и в других известных вам кабинетах ничто иное, как преступное предательство! Но, Екатерина Александровна, вы же сами соглашались со мной! Я ни в чем с вами не соглашалась и ни о чем не говорила! Запомните это, пожалуйста, Шипилов! Ни о чем и нигде! Так и знайте, Шипилов! Если вы пойдете против партии, мы сотрем вас в лагерную пыль! Кто это мы? Партия! Ей все и всегда известно! В отличие от вас я себя с партией не разделяю! Понятно? Продолжение следует... Субтитры Americans Маленкову, пожалуйста. А, узнал таки, мерзавец. От кого? Сейчас важно не это, а то, что медлить больше нельзя. Медлить нельзя, и это хорошо. Сегодня двенадцатая. Люди Хрущева разъехались, и к концу недели их в Москве почти не останется. Суслов в отпуске, Кириченко едет в Варшаву. Жуков здесь. Ну, Жуков, Брежнев, Фурцева, Нефед. Кандидаты и не принимают участие в голосовании. Ну, по уставу-то, разве президиум? А как же Пленум? Его же Пленум выбирал. Помните, мы еще говорили? Если ждать Пленума, он нас сотрет в порошок три раза. Он к Пленуму готовится. Хорошо, что Фурцева психанула. И мы поняли, что Никите все известно. И все-таки прок от бабы дурой. Президиум наш единственный шанс. Я предлагаю восемнадцатого июня. Да. А, Николай, нужно созвать в неочередное заседание президиума. По вопросу, скажем… Празднование юбилея Ленинграда. Да. Вам в существе в ней ничего нет? Ну, хорошо. Значит, порешили. Лето 1957 года было идеальным временем для государственного переворота. Помимо празднования юбилея Ленинграда, страна готовилась еще к одному грандиозному торжеству. 28 июля 1957 года в Москве открылся фестиваль молодежи и студентов. Это было беспрецедентное событие для Советского Союза, который несколько десятилетий жил за железным занавесом. В Москву приехало 34 тысячи гостей из более чем 130 стран мира. Это был самый массовый фестиваль за всю историю молодежного движения. Фестиваль проходил под лозунгом «За мир и дружбу» и состоял из огромного количества запланированных мероприятий, концертов, демонстраций, спортивных соревнований. Москва буквально гудела. Основной наплыв народа сосредотачивался в центре, на Красной площади, улице Горького, проспекте Маркса, Садовом кольце. Молодежь общалась, пела песни, слушала джаз, обсуждала еще недавно запрещенных импрессионистов и писателей – Хемингуэя, Ремарка, Зощенко и Сенина. Определиться с лидерством в стране надо было до начала фестиваля. Молодежь мира должен был приветствовать победитель. Не помешаю? А, нет-нет-нет. Проходите. Прости, я на минуточку. Вот, возвращаю тебе. Мао Зе Дун. Новая книга. Ну, помнишь, ты приносил почитать? А, Анна Николаевна, а что это за строка из Мао, которая вам так понравилась? Враг сам по себе не исчезает. Хорошо сказано. Главное – вовремя. Это точно. Ну, а если враг сильнее? Слабые погибают. Такова диалектика борьбы. Обстановка в президиуме сложилась невыносимая. О каком коллективном руководстве может идти речь? Постоянная ругань, угрозой. Хрущев продавливает свои решения совершенно недозволенными методами. Да какими недозволенными? Что ты меряешь, Егор? А такими, что лепишь Горбатого, а мой потом разгребай. Вся страна разгребает. Что за история с мясом и молоком, а? Дешевой популярности захотелось, да? Догнать и перегнать. Не рассчитав, не подготовившись. Да пока вы будете рассчитывать, народ с голоду помрет, дурачье. Не смейте так с нами разговаривать. Товарищ Хрущев, ваша грубость, ваши методы обсуждения не годятся для коллективного руководства страной. Они годятся только для укрепления и развития культа личности Хрущева, который растет у нас, товарищи. Хрущев влез в растоптанные валенки Сталина и пытается теперь… Ты гад, Шепилов. Ну, это надо Сталина приплел. И культ. Да я, это я свалил культ. Я. Если б не я, вы бы вообще до сих пор еще молились его портретом. Это ты, это ты мне мстишь за то, что я тебя в Париже съездил по морде с журналом. Это он мстит. Вы по себе судите. Вы бы сами на моем месте не приминули отомстить. Я говорю то, что я думаю. Неужели вы не видите, что вы своими безграмотными действиями поставили страну на грань катастроф? Ну хорошо. Хорошо. В чем виноват, в том виноват. Ну, приписывать себе культ я не позволю. Критику приму. А я, Никита, тебе не верю. Мы с товарищами много раз пытались указать тебе на ошибки. И что? В ответ нам только грубость была. А особенно это касается внешней политики. Товарищи, разрешите выйти? Куда это тебе? А вам, Лазарь Масеевич, все подробно рассказывать? Так может, вы меня в дамскую комнату проводите? Нашла время. И вообще, что это за зигзаги? Шепилов едет в Лондон, проводит сложнейшие переговоры. Проводит их, между прочим, успешно для нас. А ты звонишь и требуешь дать этим империалистам по морде. Ведь это же-то все и развалило. Екатерина Алексеевна что-нибудь тут вышла отсюда. Быстро! Фурцева на проводе. Соедините. Срочно! Фурцева на проводе. Соедините. Срочно! Постоянно. В лицо говорит одно. За глаза с самыми последними словами. Ну, ошибся. Ворошилов, да. Послал телеграмму английской королеве вместо бельгийской. Так ты его старым дураком обозвал. Это нормально? Что? Меня? Из-за телеграммы? Дурак и есть. Кстати, не молодой. Я бы в двадцатом. За дурака! В расход! Вспомнила баба, когда девкой была. Товарищ Ворошилов, имейте рамки. Товарищи, давайте спокойнее. Не время. И не надо уже у нас сейчас делить сомнения. Я предлагаю товарища Хрущева снять с поста первого секретаря президиума. Хорошее предложение! А сам, значит, хочешь на мое место. Да только вот! Пленум меня выбирал. Пленум пускай снимает. Это, между прочим, верно. Президиум эти вопросы не решает ведь. Да ты чего за него заступаешь, а? Ты чем и нас там руководил? Вот мы тебя туда и засолим, чтоб ты не волнуйся вот туда! Леонид Ильич, ну что вы как дети? Леонид Ильич, ему плохо. Помогите ему! Так вызовите врача! Да давайте на диван перенесем! Леонид Ильич, у него недавно инфаркт был. Ну, воды, дайте воды кто-нибудь! Давайте на диван перенесем! Леонид Ильич, Леонид Ильич, осторожно, осторожно, осторожно. Леонид Ильич, осторожно, осторожно. Ну что у нас плохого? 15 июня сего года В подворотне дома номер 7 По улице Малая Каретная Обнаружен труп мужчины Смерть наступила в результате ножевого ранения В грудь Оружие и следов на месте преступления Не обнаружено На ограблении На трупе обнаружены часы Марки Слава и кошелек С деньгами и общей суммой 111 рублей 16 копеек Хулиганы пошалили Не получается По заключению эксперта Удар нанесен острым режущим предметом Предположительно финским ножом С лезвием не менее 30 сантиметров Удар нанесен Точно в сердце Убийца опытный Как говорится мастер Тебя не интересует Почему этим занимаемся мы А не угрозыск Из наших Капитан КГБ Севрюгин Капитан Ну тогда из ревности Слушай, хватит, а Товарищи, ставлю вопрос на голосование Кто за то, чтобы освободить товарища Хрущева И освободить его от обязанности первого секретаря ЦК КПСС Прошу поднять руки Да вы не имеете права Это произвол какой-то Что вы скажете партии? Большинство Решением президиума ЦК Да какое это решение? Здесь половины президиума нет Товарищ Хрущев Освобождается от обязанности первого секретаря Товарищи, это уже не ошибка Это преступление? Николай, надо немедленно опубликовать решение президиума в центральных газетах Вы не имеете права Здравия желаю, товарищи Не ждали? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова